Вова Геленджикский, в миру именуемый президентом ВСИЯ Московии, выступил онлайн-докладчиком на Всемирном торговом форуме в Давосе, где поделился собственной повесткой дня и в очередной раз рассказал о том, почему Эрефия великая, а Запад загнивает. Примечательно, что лично Плешивый выступал в Давосе в далеком 2009 году, когда цены на нефть и газ были вкусные, а Эрефия, казалось, прочно встала с колен и начала диктовать всему миру свою волю. Все эти 12 лет Путин считал недостойным для себя выступать на такого рода форумах, ибо был выше всего этого. И вот в 2021 году, когда на Россию начали фиксировать цены на сахар и масло, а российская нефть признана нерентабельной, Путин, который, как любой дикий московский царек, чурается компьютерной техники, сделал над собой усилие, выполз из бункера и, героически переборов боязнь заразиться компьютерным вирусом через интернет, поведал в Давосе новую сказку о величии родной балалайни. Путин говорил много, преимущественно переливая из пустого в порожнее, давно знакомые тезисы о том, что нельзя так безжалостно всем миром пинать бедный за поребрик. Пляшивый, пугая весь Давос, напомнил, что неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы в 20 веке обернулись катастрофой Второй мировой войны. Другими словами, пригрозил мировой войной, если Запад не прекратит давление на родную Говень. Ну, в общем, вы поняли, ничего нового. Риторика Путина не меняется уже 7 лет с тех пор, как Эрефия развязала войну с Украиной, после чего оказалась практически в полной изоляции на международной арене, как раз из-за таких геополитических авантюр Пляшивого. С тех пор он стал настолько токсичен для лидеров других государств, а Россия настолько потеряла влияние, что ему приходится лично выступать в Давосе, правда, с теми же тезисами. Ну и, конечно же, не обошлось в речи президента Великой и Могучей без откровенного вранья. Так говоря о паритете покупательской способности и исходя из уровня дохода в 5,5 долларов на человека в сутки, по словам Путина, в России число людей с более низкими доходами сократилось с 64 миллионов человек в 1999 году до порядка 5 миллионов в настоящее время. При этом в открытых официальных данных Росстата по итогу второго квартала 2020 года 19,9 миллионов россиян, то есть 13,5% от всего населения страны оказались за чертой бедности. При этом 44% живут на 6,6 долларов в день, что, как вы сами понимаете, тоже не бог весь что. Получается, что президент самой большой страны на планете откровенно соврал на весь мир. А вообще забавно наблюдать, как человек, который грозит планете Третьей мировой войной, рассуждает о том, как его сограждане живут на 150 баксов в месяц. При этом не жалуется, а гордится, что всего 5 миллионов живут на 5 баксов в сутки. Прикольно, наверное, слышать это в Швейцарии, где средняя зарплата составляет 5000 долларов в месяц. Прямо видим, как затряслись швейцарцы от величия грозного российского народа. Не оставил Путин без внимания и соседние с РФИ страны, заявив что-то в духе того, что если все проблемы будут валить на Россию, то велик риск одностороннего применения силы. А это, в свою очередь, повышает вероятность появления новых горячих точек. Переводя с путинского языка, это можно трактовать, что если Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан начнут выражать претензии по поводу того, что Москва ошалела и оккупировала их территории, РФИ имеет право начать военные действия. Другими словами, Россия даже не думает угомониться и сделать какие-то выводы, а скорее наоборот норовит предъявить еще больше претензий, как недавно тому же Казахстану, которого, по мнению потомков советских военных преступников, никогда не существовало. В общем, если резюмировать услышанное, правильно проанализировать ключевые тезисы, высказанные Путиным в Давосе, легко прийти к выводу, что Балалайне не кается, а значит резона менять к ней отношения нет никакого и ни у кого. Мы услышали все тот же старческий бред, что Россия мчится в светлое будущее с окладом 150 баксов на душу населения, а Запад загнивает. Старая песня за все семь лет ни на йоту не изменилась, а значит цель остается все та же – сделать из ресурсной федерации серию удобоваримых для мира отдельных федераций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова